да и вот она зима рано я ее вчера похвалил по ходу ну что я хочу сказать вам друзья во первых за выходные как я уже говорил я довольно много работал не выспался и из-за этого я не вчера не сегодня довольно продуктивно не смог поработать почему потому что у меня просто кончились силы я устал поэтому обязательно нужно соблюдать во первых режим то есть спать ложится желательно часов в 11 вставать в семь и во вторых отдыхать обязательно если у вас есть время на отдых то она обязательно должно быть соблюдено потому что в противном случае если вы этого не делаете то в конечном счете получается все наоборот то есть да я вспомнил видео замечательного человека его зовут александр грасименко и в своем видео он едет на велосипеде рассказывает про то что важно именно средняя скорость они то насколько вы можете двигаться рывками потому что можно сделать рывок да но потом когда вы устанете от этого рывка и вам понадобится отдых то вы вообще никуда не будете двигаться и остановитесь на одном месте в итоге средняя ваша скорость движения по дистанции средняя она будет в разы меньше чем если бы вы остановились передохнуть вот такой вот я сегодня усвоил для себя главный урок поэтому в ближайшее время я буду опять восстанавливать свой режим сна выходные я буду обязательно отдыхать вне зависимости от того что произойдет и знаете вот на самом деле вот это правило но действует во всей нашей жизни кстати о спорте сейчас я подошел на спортивную площадку тут есть брусья есть турник и вот здесь собственно я занимаюсь единственное что сейчас здесь конечно мокро но это меня не остановит от того что я хочу в данный момент сделать как вообще я это делаю многие там мусираются да вот тоже самое абсолютно многие делают максимально возможное количество упражнений на одном каком-то тренажере или там ну короче выкладываются по полной так чтобы потом было очень больно в мышцах и сложно было пошевелить руками ногами головой и чем-нибудь еще вот поэтому не стоит не стоит себя так насиловать не стоит над собой так издеваться я делаю следующим образом что касается упражнения с турником я подхожу к нему в общем вся моя тренировка состоит из кругов первый круг я делаю следующее я подхожу к турнику начинаю подтягиваться подтягиваюсь где-то на 70 процентов из того что могу сделать максимально потом я делаю следующее упражнение это может быть приседание или упражнение на пресс тоже где-то на 70 процентов исходя из того сколько я могу сделать всего после этого я делаю упражнения на брусьях отжимания где-то порядка тоже 70 процентов от от возможного от того что могу сделать максимально и после этого опять приседания или пресс это считается один круг и я прохожу за тренировку несколько таких кругов в общей сложности несмотря на то что вы себя не мучаете большим количеством упражнений не выкладывайтесь по полной общей сложности у вас получается сделать всего больше упражнений чем если бы вы сделали выкладываясь по полной следующая задача так можно тренироваться где-то через день вообще рекомендуют где-то я вычитал что каждый день чтобы так тренировка проходила но вообще каждый день это наверное тяжело особенно для тех кто начинает поэтому через день или три раза в неделю самое то самый раз задача следующая каждую неделю допустим если вы начали делать данные тренировки с трех кругов за одну за одно посещение спортивной площадки да то задача на следующую неделю после нескольких тренировок увеличить количество кругов вы не увеличиваете максимальное количество раз которые вы можете подтянуться или отжаться или еще что-то в этом духе вы увеличиваете именно количество кругов которые проходите за время тренировки сейчас я прохожу где-то три-четыре круга в зависимости от того как я вообще себя чувствую и так далее и повторяю да не надо усираться не надо выкладываться на максимум потому что ваша основная задача спорте это получить сил получить заряд энергии бодрости тонуса а не ходить потом убитым жалуясь на то как сильно у вас все болит а сейчас я вам просто покажу наверное если у вас получится что-нибудь увидеть процесс тренировки а а Продолжение следует... Продолжение следует... Значит, что сегодня вообще сделано по целям? Я даже сегодня взял с собой листик бумаги, на котором написаны все цели. Цель первая – запустить продажу логотипов и добиться 70 тысяч рублей выручки. По этой цели сегодня ничего не делал, потому что у меня в приоритете сейчас больше именно вторая цель – запустить инфопродукты и добиться прибыли в 50 тысяч рублей. Ну, вы знаете, что я на декабрь поставил цель 90, поэтому я думаю, что эта цель будет выполнена обязательно. Третья цель – запустить сервис e-protector. С командой данного сервиса я буду общаться ближе к выходным, потому что сейчас у меня врал. Интернет-маркетолог наш разрабатывает рекламную кампанию, маркетинговый план в целом, что и как мы будем делать. Ну, а программист уже приступил к реализации данного сервиса. Цель четвертая – 16 тренировок. Ну, по этой цели вы все видели, я сегодня занимался. По поводу сна, значит, продержался 7 дней с режимом 23 сон в 7 утра подъем. По этой цели я уже все сделал и она выполнена. Значит, следующая, шестая цель – бросить курить. С этим пока ничего, наводить 8 раз, навести порядок, поддерживать гардероб в чистоте. Этим я занимаюсь по выходным. В эти выходные, конечно, не делал, но, тем не менее, завершить данную цель я успею. Девятая цель – приготовить 6 блюд, научиться готовить 6 блюд. По этой цели сегодня также ничего не было сделано. Этой целью я буду заниматься также в выходные, потому что сейчас у меня хватает дел. Ну и последняя благотворительная цель – 10 дохода или некоторые вещи – отправить в детские дома. А вещи собраны у меня уже дома. Значит, эту цель я буду реализовывать в 20-х числах декабря. Или в 30-х, как правильно сказать, не знаю. Короче, после 20-го декабря. Вот, и по ней вы получите также всю информацию, как и по всем остальным. Что касается дохода, деньги эти откладываются. На этом на сегодня все. С вами был Виталий Якулев. Если вам понравился отчет и материал, ставьте лайки, пишите комментарии. И до встречи в следующих отчетах. Да, забыл сказать вам еще один замечательный момент по поводу спорта. Обязательно между кругами, про которые я говорил, делайте перерывы где-то в 3 минуты. Примерно в 3 минуты, ни больше, ни меньше. Вот так, чтобы вы могли восстановить немного и свои силы, и тоже особо сильно себя не убивать на тренировках. И помните, что это правило касается не только спорта, но и дел, и личной жизни. Да, всего касается это правило. Поэтому я рекомендую вам его соблюдать. Все, ставьте лайки. Всем пока!